Всем привет дорогие друзья, с вами СКГ и сегодня у меня для вас очень хорошая новость. Мне удалось связаться с автором самого лютого канала Максом Максимовым. В сегодняшнем интервью я задам ему те вопросы, которые вы оставляли в моей группе ВКонтакте и несколько вопросов от себя лично. Так что если вы хотите больше таких видосов, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, а в комментариях можете написать у кого мне еще можно взять интервью. Поехали! Привет, Максим! Помнишь ли ты тот момент, когда написал мне ВКонтакте? Думал ли ты тогда, что спустя такое время станешь каналом-миллионником? Да, Сема, помню. Я тот момент, когда написал тебе ВКонтакте, у меня был бюджет на рекламу 100 рублей и как раз нашелся ты, который меня за 100 рублей отрекламировал. А насчет того, думал ли я, что я буду каналом-миллионником или... Два-миллионником, двух-миллионником, много-миллионником, ладно. Нет, не думал, и я просто развлекался, заиграл в танки, играл во всякие игры и особо не заморачивался на тему того, там, будет ли у меня миллион подписчиков или два или сто тысяч. Ну, конечно, хотелось, чтобы их было много, чтобы это приносило какие-то деньги, но это для меня не было главным. Почему ты делаешь только подборки и так всем известных мемов из ВК? Из-за этого многие тебя хейтят и считают дебилом, хотя ты довольно умный человек и мог бы делать нечто более интеллектуальное. Делаю, потому что это пользуется спросом, а те, кто меня за это считают дебилом, это глупо, потому что нельзя считать человека дебилом из-за того, что он просто читает текст. То есть, чтение текста никак не характеризует меня интеллектуально. Я могу быть дебилом, могу быть умным. По чтению текста невозможно определить, насколько развит интеллектуальный человек. Поэтому те, кто считает меня дебилом, они просто бомбят, ну, не знаю, по какой-то причине, короче, они просто бомбят. А по поводу того, что... Почему они делают более интеллектуально? Я пробовал делать более интеллектуально. У меня даже в какой-то момент на канале выходили научно-мопулярные ролики. И они, кстати говоря, тоже пользовались спросом, но потом, я не помню, честно говоря, почему я с них слез. По-моему, они начали постепенно угасать. И я понял, что тем это немножко убедает. И как бы пошел дальше, пробовал себя в другом. А научно-моп-ролики, они до сих пор у меня есть, их можно найти. Набирали там, ну, 1100 просмотров, 200 они вполне могли набрать. Как ты относишься к критиковавшим у тебя айтипедия? Не знаю. Как я отношу к критиковавшим у меня айтипедия? Я даже не слышал, чтобы он меня критиковал. Потому что я не смотрел ни одного его ролика. Но я знаю, кто это такой. А вообще, к критике я отношусь нормально. Если кто-то меня критикует, обсирает, я не могу в ответ сказать ему, что типа, это ты говно, сам ты говно. Потому что, ну, во-первых, этого человека не знаю. А во-вторых, если кто-то меня критикует, ну, он говорит так, срёт. Это не значит, что я плохой человек или что он плохой человек. Это значит лишь то, что просто ему не нравится то, что я делаю. А вот эти мемы, это очень такая маленькая часть моей жизни. И мне как бы не обидно, что какому-то человеку неизвестному вот эта маленькая часть моей жизни, составляющая моей жизни. Потому что помимо чекнемов, у меня ещё куча всего есть. Если эта маленькая часть жизни ему не нравится, то ради бога. Как бы мне от этого ни тепло, ни холодно. Поэтому я никак не отношусь ни к Этипеде, ни к другим критиковавшим меня людям. Мне всё равно. Слушаешь ли ты Старсет или Аскин Александре? Какую музыку любишь? Эти группы я не слушаю. Люблю металл в основном. Мановар, Айрон Мейден, Арию, Металлику. Это из известных групп. И ещё очень куча большая есть неизвестных групп. И поэтому не буду их название называть, потому что скорее всего их никто не знает. Ещё люблю прям вообще жёсткий лютый тяж, где рычат, перчат и орут. Вот. Всё. Ты кто? С какой целью интересуешься? Сколько ты зарабатываешь? Сколько тебе нужно денег, чтобы комфортно себя чувствовать? Зарабатываю в лучшие месяцы до 2 миллионов рублей в месяц. Сейчас вот после Нового года доходы спали. Ну где-то около, может, в этом месяце миллион выйдет. А сколько мне нужно? Ну, 50 тысяч где-то примерно рублей в день нужно. Это мне. Ой, в день. В месяц мне одному. Если вполне хватит полтинника. Вот. Но если вы смотрите это видео и хотите меня грабить, то у вас ничего не получится, потому что я деньги не снимаю со счёта. У меня все бабки лежат даже не на карточке. Они лежат на счету. А счёт даже не на меня оформлен. Поэтому эти деньги невозможно не добраться, будет никому. А, собственно, почему я не снимаю их? Потому что я хочу купить себе в этом году квартиру. Потому что жить в съёмной квартире – это вообще не вариант. Давно играешь в шахматы? На каком сайте чаще всего играешь? Куда делись ролики про шахматы? Будут ли вообще видео по шахматам? Так, по шахматам видео не будет больше. Играю я на сайте chess.com с шестым или седьмым уровнем, в зависимости от того, насколько я бодр. Потому что сознание должно быть чисто и ясное у меня. Должен быть выспавшийся, чтобы хоть что-то противопоставить седьмому уровню. Видео я удалю, потому что оно прям совсем не в тему было. Так на всё это дело посмотрел, мне не понравилось. Ну, я решил убрать его. Но прикол в том, что видео с шахматами каким-то хреном попало в тренды. Я просто охренел. У меня все ролики попадают в тренды. Я запиливаю видео шахматами. Просто вот так сижу, держу телефон, играю в шахматы. И потом смотрю, через пару часов оно в трендах висит. Вот, это было, конечно, интересно. А шахматами я увлекаюсь примерно два года. Почему твои ролики всегда в тренде? Почему мои ролики всегда в тренде? Я думаю, что мне просто повезло. Потому что такая хрень... Ну, в хорошем смысле слова хрень. Потому что это абсолютно несерьёзное видео. И я даже не понимаю, как вообще к это было относиться. Почему они в тренде? Я не знаю. Возможно, YouTube платформа коммерческая. Те, кто рулят YouTube, они смотрят. Типа, вот у чувака мата нету. Он ведёт себя культурно в своих видео. Очень многим нравится. Сюда можно вставлять рекламу практически любых рекламодателей. Ну, то есть сам YouTube вставляет на рекламу. Ну, вы знаете, есть как бы прямая реклама от YouTube. А есть от меня реклама, когда я вам о чём-то сам говорю. А есть реклама от YouTube. YouTube сам вставляет её. И вот в мои ролики, как мне кажется, можно вставлять рекламу любых брендов. Потому что у меня всё цензурно, культурно и прилично. И выгодно меня продвигать, потому что меня можно продать. Я считаю, что это основная причина, почему я в трендах. Но опять же, это моё мнение. И 100% ни один человек не знает, почему то или иное видео в тренде вообще, в принципе. У тебя есть семья. Как родные и близкие относятся к твоему творчеству? Родные и близкие рады. Они все поувольнялись с работ, живут хорошо. Ну, потому что моего дохода хватает на очень многих людей. Ну, да, в общем, относятся хорошо к моему творчеству, нормально. Ну, не только к Ютубу, а, в принципе, к книгам ещё, к музыке. Потому что я же не только Ютубом занимаюсь. В общем, нормально всё. Кого смотришь на Ютубе? Как тебе моё творчество на данный момент? Твоё творчество мне нравится больше, чем были «Танки онлайн». Потому что то, чем ты сейчас занимаешься, музыка, это более перспективно. Но тебе надо развиваться в этом деле. Пойти на курсы вокала, на курсы монтажа. То есть постоянно, постоянно совершенствоваться. Потому что я, например, пишу книжки, я постоянно изучаю писательское мастерство. Хотя у меня и так уже дохреничные книжки скачали. Но двигаться дальше нужно. То есть нужно постоянно совершенствоваться в том, чем ты занимаешься. Кого я смотрю на Ютубе? У меня много каналов, кого я смотрю. Штук, наверное, 50-х есть. Ну, если речь идёт о играх компьютерных, то я смотрю или Купленова, или Артура, Black Silver Ufa канал. Если это какие-то кинообзоры, то мне нравится Bad Comedian. Если это какие-то научно-популярные ролики, то мне нравятся Побединский, Шарифов и канал QWERTY. Что я ещё смотрю на Ютубе? Люблю всякие олдскульные обзоры от неизвестных для вас авторов, типа, как его я забыл, Киномана, Гриневого Павла. Ну, и вот в этом духе. Ну, просто мне уже 30 лет, естественно, я тоже могу поностальгировать по былым временам. Поэтому мне нравятся такие олдскульные обзорщики. С кем ты живёшь? Кто для тебя самый дорогой человек? Живу с женой и с двумя детьми из черепахи по имени Самсон. Самый дорогой для меня человек – это Самсон, шутка. Самый дорогой для меня человек – это моя жена, конечно же, потому что мне с ней интереснее всё время проводить. Но это если отбросить вот именно эмоциональную связь с детьми, потому что детей мы любим не потому, что они такие прикольные, интересные, с ними там можно поболтать о чём угодно. У нас просто к ним привязка эмоциональная, так мы устроены на генетическом уровне, что мы должны любить своё потомство. Если вот эти вот эмоции отбросить и рассматривать чисто вот по интересам, то самый интересный для меня человек – это моя жена. Что для тебя главное в жизни? В чём смысл жизни для тебя? Смысл жизни, он всё время меняется. Сейчас для меня смысл жизни, самое главное – это раскрутиться в писательстве, стать известным писателем на весь мир, на всю галактику, Млечный Путь и на нашу Вселенную. И, собственно, я над этим работаю, стремлюсь к этому, по крайней мере, делаю всё для этого. В 20 лет у меня там был другой смысл жизни. Я там хотел какую-то свою фирму, по-моему, открыть, по профессии там что-то как-то делать, по основной своей. В 40 лет, возможно, у меня поменяется смысл жизни, ещё один станет. Поэтому, что главное в целом, я не знаю. Есть вещи, над которыми я сейчас работаю, и они сейчас для меня главные. Что будет дальше, неизвестно. Поэтому, так вот, частично я могу на это ответить. К чему ты движешься? К чему я движусь, даже не знаю. Ну, опять же, сейчас я занимаюсь тремя направлениями. Это вот музыка начала заниматься недавно. Скоро выйдет первая песня моя на Ютубе. Но я не сам, я пишу музыку, исполнять её будет другая группа. Потом я движусь, ну, в направлении книг, это уже, наверное, все знают, даже об этом говорить же нет смысла. Ну и, собственно, в развитии на самом Ютубе тоже я в этом направлении двигаюсь. Хотя я сейчас особо не против меня никаких новых действий, но всё равно как-то нужно поддерживать уровень. Если вот так вот в целом всё это вот объединить, то получается, что я двигаюсь к популярности, наверное. Нет ли у тебя ощущения, что ты легко справляешься с любыми трудностями, вопросами, ситуациями? Спрашивают ли у тебя родные и близкие совета? Вот насчёт совета, ни разу в жизни ни один человек, ни из близких, ни из друзей, ни из знакомых никогда не подошёл ни ко мне и не попросил у меня совета. Хотя я, мне кажется, уже имею достаточный опыт жизненный, и семейный опыт, и опыт в работе, и даже в бизнесе получается, в творчестве, в творческом бизнесе. То есть во многих разных таких аспектах жизни у меня уже, наверное, есть опыт какой-то, но очевидно, моё окружение не воспринимает меня серьёзно пока ещё, чтобы спрашивать у меня советы. Поэтому нет, ни разу никто у меня советов не спрашивал. А насчёт того, легко ли я справляюсь с трудностями, нет у меня такого ощущения, потому что у меня есть куча проектов, за которые я брался. Я просто вообще дико обсирался, терял деньги, время на этом. И есть также разные проекты, в том числе YouTube, в котором я, например, смог преуспеть. Поэтому нет, если ты занимаешься много чем, в разных вещах себя пробуешь, то у тебя, естественно, будут случаи, где ты преуспел легко, и случаи, где ты просто на днище оказался. Поэтому нет, я так не чувствую. Главное пробовать себя в разных ипостасиях, скажем так, жизненных, и где-то ты себя найдёшь, и где-то что-то для тебя окажется простым, лёгким и прибыльным. Интересным обязательно, в первую очередь, потому что прибыль – это не главное. Кто является или что является стимулом для твоего роста? Кем ты себя видишь в будущем? Так, что является стимулом для моего роста? Просто, как правило, это те люди, которые уже преуспели в том, чем я сейчас занимаюсь. Если я стремился развиться в YouTube, то, естественно, я опирался на, смотрел на известных ютуберов. Если я сейчас хочу развиться как писатель, я изучаю биографии известных писателей, смотрю кучу интервью с ними, но и в целом пытаюсь понять, как, что вообще они, что они, кто они. Кем я вижу себя в будущем? Не знаю, но мне, вот я говорю, мне нравятся книжки писать. Мне кажется, я нашёл себя в этом, мне доставляет это удовольствие, поэтому, наверное, писателям. Но я не думаю, что я всю жизнь буду мемы читать, потому что я уже не раз так говорил, я сам не отношусь к этому серьёзно, и я, например, через 10 лет не вижу себя этим вот кто-то пишет, кто-то пишет, кто-то сказал, кто-то сказал, новый мемас. Ну, вот как-то так. Почему ты решил завести канал? Изначально мы с моим одним товарищем играли в танчики, угорали, и это было весело, прикольно. Ну, собственно, с целью развлечения, наверное, да. Но у меня всё равно были такие где-то там в задворках подсознания мысли о том, что вдруг он выстрелит, вдруг я смогу там стать известным человеком в рамках интернета, естественно. Вот, но, опять же, это всё не было, как бы, основной движущей силой. В основном мы первое видео просто играли, угорали, собственно, даже канал назывался «Играем-угараем». Просто развлекались. Вот, с целью развлечься он был создан изначально. Но потом, конечно, я уже понял всю силу, которую несёт себе канал, потому что это возможность обратиться к огромной аудитории и показать вам, что я делаю другое, не связанное с Ютубом, те же книги, музыка. Может, там, кто фотографией увлекается, фотки показывает, там, кто поёт, кто-то ещё. То есть канал – это большой фундамент, большая база для того, чтобы ты мог обратиться к широкой аудитории и пропихнуть дальше своё творчество через возможность, через такую возможность, что тебя могут услышать миллионы. Когда ты впервые начал писать книги? Когда ты почувствовал, что можешь писать? Откуда приходят идеи? Так, писать я начал в 2016 году. Почувствовал я это, когда я читал книжки, я смотрю, как бы, интересные истории. Я думаю, что я тоже могу придумать интересную историю. Откуда приходят идеи? Искать невозможно, потому что ты идёшь по улице, по улице такой – опа, идея. Достал блокнотик, записал. Я с блокнотиком хожу, потому что у меня память – говно. Твои любимые блюда, кроме сырой картошки? Так, мои любимые блюда – это, ну, домашняя еда в основном, потому что я как-то одно время постоянно питался фастфудом, и что-то как-то мне он приелся, и я чаще питаюсь домашней едой. У меня жена клёво варит свекольник, шницеля вкусный готовит, бестроганов делает крутой, я не знаю, какой рот у бестроганов. Ну, в общем, домашняя еда, но иногда я заказываю себе что-нибудь из каких-нибудь ресторанчиков, кафешек, там, суши какие-нибудь. Ну, это так, мимолетное, в общем, такое. В основном домашняя еда. Каким ты себя помнишь маленьким? Отличался ли ты от других? Маленьким себя помню абсолютно обычным, а других в детстве ничем не отличался. Ну, конечно, по словам моей мамы, я был самый лучший, самый умный, самый красивый, но если по факту, объективно посмотреть, то я был абсолютно обычный ребенок, и чем я от кого не отличался, и вообще был просто серый, стандартный, никакой. Где и как ты любишь отдыхать? Самый запоминающийся отдых. Куда бы ты хотел съездить или сходить? Ну, в этом году, точнее, в том году отдыхали в Ейске. Это единственное место было, где я отдыхал, потому что всю жизнь я был нищебродом, и мне не на что было никогда никуда поехать. Самый запоминающийся мой отдых – это Ейск. Я был в Ейске в прошлом году, потому что это было единственное место, где я был нищебродом, никуда не мог поехать. Куда я хочу поехать? В этом году мы спланировали поехать в Ейск, потому что нам там понравилось. Какие книги любишь читать сам? Что для тебя самое важное в книгах? Самое важное в книгах для меня – это какая-то общая идея, общий посыл, потому что если в книге просто герой покувыркался, попрыгал, пострелял врагов, спас принцессу, и на этом конец, что ты читаешь книжку от того, чтобы посмотреть, как он круто дерется, прыгает и кувыркается, то это не мое. Мне такое абсолютно неинтересно. Мне нужна, чтобы было какая-то общая идея, какие-то интересные мысли, которые потом как-то могли перетечь на меня, я тоже мог об этом подумать и тем самым занять свой мозг и интересно провести время, прогуливаясь, например, по улице. И сам тоже, когда я пишу, у меня тоже есть какая-то общая идея, о чем-то я думаю, хожу, и я эту мысль или размышления, те, которые были у меня в голове, я это все обыгрываю сюжетом. Но в целом, как бы, в основе всего должна лежать какая-то интересная идея. Ну, в общем, да. Когда ты начал заниматься музыкой? Как ты пишешь музыку, откуда черпаешь идеи или вдохновение? Так, музыкой я начал заниматься в 2000 примерно, наверное, в 2005 году. Музыку я пишу в Guitar Pro, или сам на гитарке наигрываю чуть-чуть, потом все это все равно записываю в Guitar Pro. Ну, прям по нотам ты пишешь. Вдохновение ниоткуда не черпаю, оно как-то само появляется в голове, просто какая-то у тебя может мелодия звучать, ты ее записываешь примитивную, потом ее пытаешься по-разному обыграть, чем-то дополнить, ну и так далее. Как пришла идея снимать рубрику «Лютые приколы»? Никак не пришла, это просто был один из форматов, который даже вырос из иллюзий. У меня были иллюзии, в иллюзиях иногда были прикольные иллюзии, потом эти прикольные иллюзии как-то перетекли в просто приколы, потом приколы были какие-то концептуально между собой связанные, там собачки, там ролик, кошки ролик, там постройки ролика, потом как-то все это перемешалось, просто тупо вылилось в мемы, а «Лютые приколы» я назвал, потому что у меня была лютая книга по домоводству, ролик, который набрал три блюда просмотров, и я решил использовать дальше слово «Лютый», потому что подумал, что, ну, наверное, YouTube это слово очень нравится, давайте его использовать. Вот и все. Какие советы можешь дать тем, кто только начинает вести свой канал на YouTube? Дам такой совет один. Попробуйте сделать различные видео различных тематик, то есть если вы начали делать летсплей, и вы чувствуете, что у вас месяц летсплеи не идут, напишите у себя на бумажке список. Так, летсплей, единичка, зачеркнули. Второе. Попробуйте сделать обзоры на фильмы. Делайте месяц, не идут, зачеркнули. Третье. Научно-популярные ролики не идут. Окей, четвертое, скетчи не идут. Пятое, потом десятое, двадцатое. Когда у вас будет список из двадцати позиций, тогда вы себе скажете, что все, я говня на YouTube, у меня ничего не получается. Но я вас уверяю, что где-нибудь на там восьмой, двенадцатой позиции вы нащупаете свою нишу, и у вас что-нибудь выстрелит. Поэтому советую вам настоятельно прям пробовать себя в разных направлениях на YouTube, и не останавливайтесь на чем-то на одном, и самое главное, чтобы неудачи вас не тормозили и не пугали, потому что это нормально. Как бы ошибаются все и терпят неудачи. Думал ли ты когда-нибудь стать политиком? В тебе чувствуется сила доносить до людей свои мысли? Доносить до людей свои мысли не чувствуется. А политиком стать, знаете, можно, если у тебя какая-то есть идея. Допустим, вот я недавно с другом своим общался по поводу Рязани, у них в Рязани очень плохие дворы детские. Вот, например, в политику можно прийти с какой-то идеей. Не потому что я хочу стать политиком, ты пришел, я политик, все, смотрите, я политик. Нет, у тебя есть идея изменить детские дворы в Рязани. Что для этого нужно сделать? Возможно, прийти в политику и дальше как-то протолкнуть вот это вот движение, не знаю, как это называется, там, в общем, чтобы, короче, они занялись дворами детскими, то есть уже с какой-то идеей приходить. Если у меня какая-то идея в будущем возникнет, то, возможно, я попробую собрать какие-нибудь там подписи и куда-нибудь выдвинуться чисто ради того, чтобы эту одну идею осуществить. А так, в целом, всю жизнь мецеполитикой, я не вижу себя в этом, мне не интересно. Нужно ли высшее образование на сегодняшний день? Вообще нужно. Если вы хотите стать хорошим специалистом и прийти к дяде на работу и доказать ему, что вы имеете какие-то навыки, плюс у вас еще, если есть опыт, то вообще было бы идеально, то в этом случае высшее образование нужно. Если вы хотите самим стать каким-то дядей, что-то с нуля создать, именно с нуля, где вам не придется никому ничего доказывать и показывать, и говорить, смотрите, у меня высшее образование, то, наверное, не нужно. Но если сейчас отбросить вот сферу зарабатывания денег и вот так чисто по-человечески к этому вопросу подойти, то, конечно, гораздо приятнее, когда твой собеседник образованный, желательно, чтобы у него там было высшее образование, с ним просто интереснее будет общаться, чем с человеком, который там, не знаю, 9 классов закончил только, и как его там выгнали, он там пошел куда-нибудь, не знаю, асфальт класть. Естественно, с такими людьми невозможно поговорить о многих вещах, тем более о тех вещах, о которых можно поговорить с людьми образованными. Но и в целом образование, оно учит учиться, то есть те 5 лет, которые ты проводишь в институте или 6, ты тренируешь свой мозг за счет того, что он постоянно работает и нагружается, и потом ты оттуда выходишь, у тебя уже он прокачанный, и, ну, грубо говоря, ты умеешь учиться. Поэтому высшее образование, конечно, лучше иметь его. Спасибо за просмотр! Не забывайте подписываться на мой канал, оставлять свои комментарии и пожелания. Также не забывайте вступать в мою группу ВКонтакте, подписываться на мою страницу и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Все ссылки, как всегда, в описании. Всего вам доброго, увидимся в новых видео!